Здравствуйте, туристы и милитаристы. Нож таежный Атака, сталь Элмакс. Нож произвел просто фантастические какие-то впечатления на меня, в принципе своей красотой и работой на кухне. И если честно, если я сейчас все-таки у меня дойдет до того, что я буду этим ножом рубить, какие-то там делать манипуляции именно силовые, то знайте, это неправильно, потому что на самом деле этот нож в первую очередь для какой-то резательной работы по травматичности рукояти. Ну, в течение трех ударов вот сюда палец примерно ушел. Но если вы, скажем, наносите какой-то укол и поправляете руку или берете более таким диагональным вхватом, то по большому счету зависит это в большей степени от того, как сильно вы удерживаете рукоять, чем от того, что есть упоры здесь или нет. Достанется ему немножко сложнее работа в том плане, что очень я так сейчас неприкольно повредил руку и поэтому не могу с полной силой, скажем так, вот именно с полным каким-то рычагом строгать, поэтому он должен меня удивить именно своим каким-то резом без какой-то с моей стороны именно без каких-то сильных напрягов. Ну, бляха, вы посмотрите, очень глубоко, очень глубоко заходит. Сталь невероятно злая. Хороший такой породистый звук. Прям с хрустом, с рычанием каким-то. И практически под прямым углом можно задавать строгание. Слышите? Слышите? Прям аж скрежет, прям скрежет, прям скрежет такой. Слышка, это надо на аудио записать и просто поставить себе звонок на телефон такой. Люблю я это дело. Так, ну что, братан, все было серьезно. Давай попробуем? А почему бы и нет? Попробуем. Вот такое наше дерево. Чудое дерево, как говорится. Встанем. И размеры работы, вы видите, их тяжело преуменьшить. Поехали. На самом деле, не под этот нож задача. Почему? Потому что клинок легкий. Здесь, конкретно на этом дереве, я тестировал такие именно мачетеобразные клинки, именно вот на этом бревне. Шасси, конечно, замахнулся не по-детски. Поэтому, если не получится, то меня это не расстроит, честно говоря. Рубить, видите, опять же, сталь свое дело делает. Но рубить совершенно мне не комфортно. Почему? Потому что этот нож, ребят, он не для рубки. Это реально купеческий резак. Им нужно осетров резать. А, сука, не деревья рубить. Ну, орешек, знаю, не тверд. Товарищ Архадыр, у нас существо иногда принципиальное, не совсем осмысленное. Ну, братан, я тебе за такую работу уже место в пантеоне славы канал отвел. Это же какой-то пиздец, извиняюсь. А сведение тонюсенькое. Реально вот как серпом по одному месту я чувствую, что звук идет прям по кромке. Знаете, такой хрустальный. Нож меня в данный момент не понимает. Ну, ты бобер. Я горжусь тобой, братан. К слову, вот с морой я так разговаривать бы точно не стал. Теперь же неудобно стало, сука, из-за того, что слишком глубоко. Но орешек знаний тверд. И все же мы не привыкли отступать. Осколоть. Его поможет? Это не журнал. Орхады. Сошел, сука. С ума. Что это про руку говорил? Да. Это вам, парни, вместо комментария. Это вам вместо комментария, друзья мои. Просто, просто, конкретно вот это дерево я перерубал очень-очень мощными, тяжелыми клиньями. У таежного для рубки явно не хватает, явно не хватает веса. Но, насколько же он стервец острый? Это просто чудо-нож. После всего, что только что произошло, смотрите, покрытие просто блестит. Вот здесь вот. А, нет. Просто. Просто в идеальном состоянии кромка. В идеальном состоянии. Учитывая всадной монтаж рукой, да? Я с ним с монтажом. Блин, ребята, учитывая, что только что произошло, я не буду этим ножом батонить. Извините. Я просто, ну, он действительно заслужил памятник себе. Увидимся. 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 Продолжение следует...